Телеканал КРТ представляет Уже я не буду брать 2004-й, там где был этот Майдан, там Кучмугеть Берем 2014-й год, что было в 2014-м году? Революция гидности, волевые явления народа Янукович грабил бизнесменов и отжимал бизнес Ну ясно, Саша стоматолог, Курченко молодой олигарх Мы это в курсе Да, но такой Майдан, такой взрыв, как это произошло? Да, естественно, люди были немножко, ну как говорится, был накал в народе Но плюс, подключились еще и фонды, ну и фонды внешнего контроля И, как говорится, те внешние капиталисты, которые были заинтересованы в том, чтобы забрать ресурсы Там наш украинский ресурс в виде земли, инфраструктуры, стратегических предприятий Так вот происходило что? Вот эти фонды, к примеру, Сороса, это же благотворительный фонд Он вложил в Украину 5 миллиардов гривен с 95-го по 19-й год А Джулиани заявил, что американцы вложили 5 миллиардов гривен А вытащили из Украины 100 миллиардов 70 миллиардов вытащили Долларов, да 70 миллиардов, значит, вытащили фонды И 30 миллиардов вытащила злочина Влада Форешена Ну, то есть они себе в виде не лишили Я бы хотел вас повернуть до того вопроса По сути, уже такого, как опозиционный блок понятия не существует Частина перейшли до ОПЗЖ Другая частина разбилась, кто куда И сейчас олигарх Ахмедов все равно планует быть на плаву То, что мы с вами показали, уже напрямую думавшись Смотрите, вот этот вот внутренний олигархат, который есть в Украине Это, знаете, такие мелочи по карманам, такая мелочевка Потому что тот внешний олигархат, который там за межами Украины Который просто хочет ресурс Вот какой ресурс, каким ресурсом обладает Украина Это земельный ресурс 20% земли всего чернозема, всего запаса, который существует на планете Это чернозем Это не нефть, это не алмазы, это не золото Это именно чернозем И, кстати, это самый ценный ресурс Почему? Потому что там по всем прогнозам ООН, по всем прогнозам мир будет все чаще и чаще испытывать нехватку почвы Нехватку почвы, и в мире будет все чаще и чаще появляется такая проблема голода Я розумію, что это ресурс невіднолюванный, все нормально Но вы же знаете, вы же из Винничины, вы же знаете сейчас, что обработать землю хочет очень мало людей Большинство хочет просто отдать паи или, пожалуйста, продать Вы очень сильно ошибаетесь, я из Винничины, недельки из Винничины общаюсь сегодня, между прочим, было 30 сест фермеров, я из Винничины, но я общаюсь с всеми фермерами из всей Украины И они не хотят отдать землю А мелкие, они привыкли договариваться, постоянно договариваться со всеми Со властью договариваться, с внешним управлением договариваться Они пытаются договориться и сейчас Но они почему-то не осознают, что каждый год, каждое десятилетие, когда они договариваются, они все равно теряют свои активы И вместо того, чтобы им договариваться, им просто нужно укрепить внутри свою страну Может быть помочь даже власти, ведь внутренние олигархи, они же ставят власть в Украине Они же дают деньги на выборы, дают на президентские выборы деньги, дают деньги на парламентские выборы, дают деньги на местные выборы Я в том анекдоте, я тебя кормил, я тебя поил, я тебя и танцевать буду Субтитры сделал DimaTorzok